Итак, я сегодня буду говорить не о модульных сетках, не о пикселях. Этим я занимаюсь уже 15 лет и 5 лет у меня уже своя студия графического дизайна Pixies. Я буду говорить на ту тему, которая в какой-то степени изменила мою жизнь. И буду говорить скорее о том, как высвободить психическую и творческую энергию для того, чтобы у вас появилось ощущение того, что вы можете все. То есть на самом деле сейчас век онлайн-образования, в принципе люди открыты и помогают друг другу чему-то научиться. Но как поверить в то, что вы можете все и не стесняться спросить, делать, верить в то, что возможно все. Итак, вообще почему я решила говорить об этой теме? Эта тема мне интересна, потому что действительно изменила мою жизнь. И, наверное, стоит сказать, кем я была до того, как пошла в психотерапию и начала заниматься своей... Обратилась внутрь себя и начала искать проблемы там. И кем я стала сейчас. Восемь лет назад я переехала из Рязани и жила в Бирюлево-Товарном. Снимала однушку с подружкой из моего города. Мне приходилось добираться на работу час-полтора, иногда два на метро, на маршрутках. В общем, я была достаточно такой бедной, испуганной провинциалкой, которая приехала завоевывать Москву. Ну и, если честно, было действительно страшно. То есть страх — это было какое-то такое чувство по умолчанию, которое меня преследовало. И, в принципе, мне казалось, что это норма. На самом деле сейчас я понимаю, как много психической энергии оно зажирало и насколько продуктивнее я могла бы быть в тот момент. Ну, главное, я могла бы быть счастливее. Это, наверное, прежде всего важно. Но также и продуктивнее в плане работы, потому что не туда уходила энергия. Сейчас я владелец двух бизнесов. Пять лет уже студии графического дизайна Pixies и два года моему фэшн-брэнду La Cota. В обоих проектах я до сих пор арт-директ чую и рисую сама. И я могу назвать себя счастливым человеком во всех сферах жизни, в том числе и в личной. Также из каких-то достижений я два раза была на Burning Man. Я часто, достаточно часто меня приглашают как спикера. Ну, в общем, я достигла того, чего мне не хватало тогда, восемь лет назад. Я стала уверенной в себе. И еще мне, кстати, не хватало тогда какой-то публичности и больше оффлайн-активностей. Потому что, в принципе, работа дизайнера – это сидение за компом по 10-12 часов в день. А сейчас у меня такой более подвижный стиль жизни. И хотелось дать для начала определение всем трем понятиям, в котором есть моя лекция. Моя лекция называется «Дизайн, психоанализ и секс». Ну, кратко, в общем, могу сказать, что дизайн – это продукт творческого мышления, имеющий воплощение на разных носителях. На самом деле, определение дизайну можно так же долго подбирать, как и определение любви. Ну, то есть для каждого какие-то разные темы. Для кого-то больше функционал, для кого-то больше, может быть, дизайн, эстетика. Ну, в целом, это, наверное, скрещение эстетики и функционала решения маркетинговой задачи клиента. Что же такое психоанализ? В принципе, то, что такое психология и психотерапия, многие знают. Что же такое психоанализ? Наверное, стоит действительно дать определение. А психоанализ – это лечение разговором. Эта практика позволяет человеку увидеть то, что он про себя увидеть не может. То есть на сессиях психоанализа терапевт помогает в ваших снах, в ваших каких-то случайных словах, которые вы произносите тогда, когда не отдаетесь отчет в происходящем. В иногда каких-то импульсивных поступках найти связь с той частью себя, которую вы не осознаете. И главное правило психоанализа для меня – это, что как только бессознательный процесс становится сознательным, он теряет свою силу. Позже я приведу несколько примеров из своей жизни. Ну и что такое секс? Я думаю, не стоит никому объяснять. Просто поставили сюда поэтому такую красивую картинку, но приличную. Почему я выбрала эту тему? Потому что в рамках своей терапии пятилетней, и три года из которых было три раза в неделю на кушетке, это достаточно творческий процесс. психоанализ, наверное, из всех видов психотерапии, ближе всего к искусству. Потому что там много работы идет с метафорами, так же, как и в дизайне. Берется какой-то образ и развивается, и в результате приходит к какому-то трансляции, в воплощению, трактовке. В общем, в дизайне, конкретно в брейн-динге, я часто использую те же приемы. И, соответственно, понимая лучше себя, вы лучше понимаете и то, что делаете, и лучше понимаете окружающих, лучше понимаете ваших клиентов. Ну, в общем-то, понимая лучше себя, понимаешь лучше людей, клиенты тоже люди, вы лучше понимаете клиентов, вы лучше понимаете клиентов-клиентов, вы лучше понимаете то, каким должен быть конечный продукт, визуальный, в плане tone of voice, в плане маркетинга и так далее. Это одно из того, что также мне помогло. Откуда берется энергия, причем здесь секс? Наверное, вот этот вопрос мог возникнуть у многих. Ну, наверное, не секрет, что отцом психоанализа стал Зигмунд Фрейд, и он верил, что любой человек сексуален от рождения. Что значит это? Это значит, что формирование личности во многом зависит от того, как проходит у ребенка становление посредством общения с первыми людьми в жизни, с родителями, и, по сути, этот опыт сексуальный. Но так как я не специалист в психоанализе, я не буду углубляться в эту тему, просто достаточно сказать о том, что энергия либидо сублимируется в творческую энергию, и психоанализ, например, проводит, явно разделяет такие понятия, как удовольствие и наслаждение. Наслаждение можно получать от деструктивных вещей, от какое-то тайное наслаждение, можно получать от недосыпов, от деструктивных отношений, в общем, вгоняя себя в какие-то такие садомазохистские синусоиды. А удовольствие – это получение позитивных эмоций от созидательной деятельности, от действительно полезных для вас вещей. В целом бытует мнение, что художник должен страдать. Я сейчас замечаю то, что этот термин и стереотип потихоньку отмирает, но все же про себя могу сказать, что я действительно долго в это верила, и мне действительно казалось, что вот я должна, чтобы сделать что-то крутое, я должна не досыпать, возможно, даже специально вступать в какие-то деструктивные отношения, раскачивать эмоциональные качели. В общем, я действительно должна быть в такой немножко драме. Я же такая творческая, я занимаюсь не UX, UI, у меня упор вообще в иллюстрацию и в брендинг, и по работам моей студии Pixis можно заметить, что у нас такое артовое направляющее. Так вот, сейчас я могу с уверенностью сказать, что художник не должен страдать. И несколько кейсов, чтобы не говорить каким-то неконкретным, скучным, достаточно научным языком, просто несколько кейсов из моей жизни, как психоанализм помог мне. Например, я перестала срывать дедлайны. И это, наверное, стало первым инсайтом, который в рамках терапии дал мне реальный результат и очень наглядный. Дело в том, что с шести лет я занималась живописью, ну как живопись, то, что делала шестилетний ребенок, возможно, сложно назвать живописью, но тем не менее в изо-студии, в художественной школе и так далее, во много где я ходила с шести лет. И по мере того, как я рисовала работу, какой-то рисунок, мама, в принципе, вначале всегда поощряла мою творческую деятельность. То есть, когда я начинала рисовать, она мне всегда говорила, что, ой, Лена, как классно, ты такая молодец, все здорово. Но по мере того, как я рисовала дальше, она мне говорила, ой, ты начала опять все портить. А когда я заканчивала работу, она всегда говорила, что, ой, ты опять все испортила, черт. И я каждый раз, доделывая работу, получала такую обесценивающую оценку. То есть, ну, конечно, ребенок в шесть лет, не знаю, в семь-восемь, он не может сделать шедевр. И это нужно просто принимать и уважать за самобытность. Но вот эта обесценивающая история стала триггерить такую реакцию, что я не хочу заканчивать проекты, не хотела. И живя в том самом Берлево-товарном, я получала 50% предоплаты, потом я не доделывала проекты, потому что мне было страшно на бессознательном уровне, мне было страшно его доделать, потому что я боялась опять, что все будет обесценено. И как только бессознательный процесс стал сознательным, как только я поняла, что все, я взрослый человек, так было в детстве, мама не понимала, что делает, никто в этом не виноват, я взрослый человек, у меня есть выбор, теперь я буду заканчивать проекты, и у меня будут деньги, и я буду ответственной, и клиенты будут ко мне возвращаться, все будет классным. Я стала ответственнее, и клиенты ко мне возвращаются, потому что бизнес — это не случайные связи, а это, как правило, постоянные клиенты. Далее еще один пример, что творить из удовольствия, а не из травмы. Опять-таки была такая парадигма, что какие-то свои самые крутые проекты я могла ассоциироваться с каким-то неудачным романом даже. И уже, когда это начало происходить систематически, я уже даже, в принципе, искала какой-то неудачный роман, чтобы потом сублимировать эту энергию в творческий проект. Вообще моим клиентам-то это особо не надо, им просто нужен нормальный результат. Но мне почему-то было важно, видимо, смотря на примеры Ван Гога, который отрезал себе ухо, мне казалось, что мне нужно тоже что-то с собой такое-эдакое делать. А Дэвид Линч, например, считает, что Ван Гог, возможно, был бы даже продуктивнее, если бы не отрезал себе ухо. К счастью, сейчас таких нонсенсов все меньше, но в меньшем объеме у меня было что-то похожее на Ван Гога. Возможно, я отрезала себе часть души, ухо, к счастью, целое. И еще, чему научил меня психоанализ, это отношение к деньгам и временям. Сеанс хорошего психоаналитика стоит порядка 100 долларов, и при этом, если вы опаздываете, то сеанс не длится дольше. То есть вы опаздываете и платите за это. Конечно, это меня возмущало первое время, потому что много куда можно опоздать и договориться подольше. На тренировку к тренеру, например, в фитнес-тренеру можно договориться. А в психоанализе это четкий регламент. И когда я уже полностью, а я, в принципе, склонна к тому, чтобы опаздывать, сегодня я успела вовремя, раньше могла бы, кстати, опоздать вообще. Так вот, когда я поняла и прониклась чувством к деньгам и времени своего психоаналитика, я также начала оценивать и свое время и перестала делать какие-то бесплатные заказы, как, знаете, дизайнерам часто пишут, ну, тут работа всего на часок, давай, может быть, быстро для портфолио, такой творческий проект, ты пополнишь кейсом, крутым свою портфолио. Нет, теперь такое не работает. У моего времени, так же, как и у времени моего психоаналитика, и так же, как и у времени любого специалиста, есть стоимость. И с размерной этой стоимости я оцениваю свои работы и работы своих сотрудников. также хотелось сказать, это тоже относится к теме, что мощный контроль перекрывает поток. Что это значит? Это значит, что, опять-таки, болезненный имперфекционизм не дает случиться порой какому-то чуду. То есть, строя стену, не бойтесь, что какие-то кирпичики выпадут, ведь именно в этом образовавшемся отверстии могут быть какие-то пространства для новых идей. Состояние потока – это состояние, когда вы себя ни с кем не сравниваете, и вы понимаете свою сингулярность, вы понимаете уникальность вашего опыта, и главное, вы не боитесь делать ошибки. И тут хотелось привести как какой-то абсолют коллекцию работ Жанна Дюбюфе. Он ввел такое понятие, как «арбрюд», и собрал в 45-м году, прошлого столетия работу художников, умалишенных детей и внеевропейских дикарей, то есть тех людей, которых еще не настигла цивилизация, которые идут именно из бессознательного, то есть они просто делают что-то, просто не думая о том результате. И всем нам, может быть, стоило бы немного приблизиться к их опыту, к опыту тогда, когда вы действительно полностью отдаетесь процессу и делаете что-то, потому что не можете не делать. Таким же примером является достаточно известная и самая высокооплачиваемая художница Яя Косама. Она самая высокооплачиваемая, но, к сожалению, ее деньги ей так сильно не нужны, потому что она живет в психиатрической лечебнице и страдает от серьезного когнитивного расстройства, связанного с тревогой. И свои работы она делает вот этими точками, и ее это успокаивает. То есть этот самозабвенный пример того, как человек, просто находясь в потоке, не думая о результате, достиг того, что она является самой высокооплачиваемой художницей. Хотелось бы дать, осталось бы буквально минуту моего времени, и хотелось бы кратко дать несколько советов, наверное, с высоты моего скромного опыта. Ну, первое, это делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится. То есть первое время ваши родные, близкие, работодатели, прежде всего, будут удивлены тому, что вы такой наглый, ведь в русской культуре, опять-таки, принято немножко, опять-таки, пострадать, и желательно пострадать всем вместе, потому что нас это объединяет. Ну, так вот, это дурная парадима, от которой нужно избавляться, и делать нужно действительно только то, что нравится, и не делать то, что не нравится. Если это даже первое время скажется на вашем достатке, или кто-то из друзей начнет от вас отворачиваться, на их место придут новые деньги, люди, и новая классная энергия, и вы окажетесь там, где действительно хотели быть. Также хочу дать рекомендацию, быстро выходите из ситуации, которые вас не устраивают. То есть если вас что-то каждый... Почаще задавайте себе вопрос, а нравится ли мне то, что происходит со мной сейчас. И если это не нравится, быстро ищите способ, как выйти из этой ситуации. Опять-таки, чуть больше здорового эгоизма. Спасибо. Есть вопрос к тебе. У нас сегодня такая вот теплая ламповая тусовка с Ladies Wine and Design, поэтому вопрос не про дизайн, а про то, тяжело ли было решиться выступать на G8 вот именно с такой темой. То есть не про дизайн, не про какие-то вещи, а больше про свой личный опыт, причем такой достаточно личный, интимный. Ну, я считаю, что такие истории должны вдохновлять людей. Ну, в целом, если честно, я очень открытый человек. Даже я бы назвала, что я, несмотря на пять лет терапии, страдаю некоторым душевным экземпционизмом и получаю еще и удовольствие от того, что я это все говорю. Но это вопрос моей терапии. Но, мне кажется, таких примеров мало. Редко кто любит говорить про контраст того, что было и что стало. А я думаю, что нас смотрят не только суперуспешные московские дизайнеры, но нас смотрят люди из регионов. И мой пример, возможно, кого-то вдохновит изменить жизнь. Да, я с тобой полностью согласна. Ladies Wine and Design во многом про это. Поэтому спасибо тебе огромное за сегодняшние выступления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...